Ленин Ключевой образ эпохи СССР Четыре года творческая группа из историков, кинематографистов, юристов, криминалистов и ученых из других областей изучала документы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Всего было исследовано более 20 тысяч документов. Десятки миллионов страниц из основных российских и зарубежных архивов и библиотек. Фильм, достоверность которого основана на крупнейшем за последнее время исследовании, позволяет с очень высокой точностью дать ответ, каким человеком на самом деле был Владимир Ульянов-Ленин. Многие из представленных документов и фотографий публикуются впервые. 10 апреля 1900 года Владимиру Ильичу Ульянову исполнилось 30 лет. Свой день рождения он встретил во Пскове, выбранном им из-за запрета проживать в столичных, университетских и промышленных городах. Географическое положение Пскова позволяло Ульянову при необходимости тайно выезжать в Петербург, Ригу или встречаться с товарищами по социал-демократической деятельности, поставлявшими нелегальную литературу от группы Георгия Плеханова из Женевы через Псков в Петербург и другие города. 30-летний Владимир Ульянов по праву мог считать и называть себя профессиональным революционером. Брат несостоявшегося цареубийцы-висельника Александра Ульянова. Один из организаторов студенческих волнений в Казани. Организатор сети по распространению запрещенной в России марксистской литературой. Пропагандист социал-демократических идей, прошедшей тюрьму и административную высылку в Сибирь. Известный в Европе как молодой юрист, вступивший в борьбу с самодержавием. Автор статей, листовок и книг. Это не полный список революционных заслуг потомственного дворянина Владимира Ильича Ульянова. «Целеустремлённость Ленина всегда была конкретной. Иначе, впрочем, она бы не была настоящей целеустремлённостью». Так напишет Лев Троцкий 6 апреля 1924 года в статье «Вокруг октября». Целеустремлённость, трудоспособность, тщательность и пристальное внимание к событиям, происходящим в России и мире. Главные качества Владимира Ульянова. Одной из особенностей Владимира Ильича всегда была терпимость к своим соратникам. Он никогда не позволял себе выказывать личного отношения к неряшливости Юлия Мартова или напускному аристократизму Плеханова. «Интересы дела, распространение марксизма, революционизация российского общества не должны терпеть ущерба из-за каких-то симпатий или антипатий, личного дискомфорта и обычной неприязни к кому-то из товарищей, если их мировоззрение совпадает с его, у Янова, представлением о происходящем». В начале своей сибирской ссылки в Красноярске Ульянов познакомился с Петром Ананевичем Красиковым, внуком красноярского протеерея, энергичным марксистом, высланным из Петербурга на три года в родные места за пропаганду социализма. Красиков в 1892 году посетил в Женеве Георгия Валентиновича Плеханова. О своем впечатлении об этой встрече он сообщил Владимиру Ильичу. «Я рассказывал, в каком тяжелом, материальном и физическом состоянии я знал Плеханова. Почти без средств, как для издания марксистской литературы, так и для собственного существования. Я описал жалкий вид костюма Плеханова. Бахрому его брюк, порыжалость пальтишка и пиджака, вечный бронхит и бледность щек». Владимир Ильич внимательно выслушал Красикова, взял со стола книгу Плеханова к вопросу о развитии монистического взгляда на историю и сказал. «Вот эта книжка – прекрасная книжка. И в то же время она дала Георгию Валентиновичу изрядную сумму франков. Когда я видел его в 1895 году, от штанов с бахромой уже не осталось и следа. А теперь мы смело можем сказать, что нужды он никогда не увидит. Но дружба с ним, и в том числе личная, нам очень важна. У революционеров его закала личная связь, личная симпатия и играют огромную роль». Постоянство и последовательность в достижении цели, создание марксистской партии, способной стать нелегальным политическим руководителем рабочих России, давали Ульянову неоспоримое преимущество перед другими марксистами, стремящимися занять лидирующее положение в социал-демократическом движении. Блестящая коммерческая идея Ульянова, нереализованная им из-за ссылки, создание общерусской нелегальной политической газеты, в 1900 году получает новый смысл. Социал-демократическая газета, по убеждению Владимира Ильича, должна связать воедино многочисленные марксистские кружки и отдельных последователей Маркса в революционную партию под руководством основателей газеты. Ульянова, Мартова, Потресова, Плеханова и его группы «Освобождение труда». Издавать в России нелегальную газету было невозможно. В этом Ульянов убедился на собственном опыте. Полиция успешно отслеживала и громила нелегальные типографии. Выпускать газету за границей и контрабандно поставлять ее в Россию проверенным распространителем марксистской литературы. Главные цели Владимира Ильича в первой половине 1900 года. Серьезным препятствием для выполнения своего плана Ульянов считал невозможность получения от властей разрешения на выезд за границу. Он занялся разработкой плана незаконного пересечения границы по чужому паспорту. Один из выдающихся исследователей родословной Ленина Михаил Григорьевич Гиржевич Штейн, перу которого принадлежит фраза «В деле революции родословная имеет значение», написал об истории приобретения Владимиром Ульяновым паспорта отставного статского советника Николая Егоровича Ленина, закоренелого крепостника из Ярославской губернии. У Николая Егоровича Ленина было шесть детей. Дочь Ольга Николаевна Ленина, родившаяся в январе 1857 года, была первенцем. В 1883 году Ольга Ленина окончила высшие женские курсы и работала учительницей в Смоленской вечерней школе для рабочих, где спустя несколько лет познакомилась с молодыми педагогами из окружения Ульянова, в числе которых были Надежда Крупская и Аполлинария Якубова. По версии Михаила Штейна, Ольга Ленина попросила своего брата Сергея Николаевича Ленина похитить паспорт у тяжелобольного отца для Владимира Ильича Ульянова. Паспорта того времени не имели фотографий, а в среде российских революционеров считалось обычным явлением использование чужих паспортов для различных целей. Революционеры умело изменяли даты рождения в паспортах для соответствия возрасту нового владельца документа. Следуя истории Штейна, в паспорте Николая Егоровича Ленина вероятно была изменена дата рождения с фактической 3 февраля 1827 года на примерно соответствующую возрасту Владимира Ульянова 3 февраля 1867 года. Паспорт Николая Ленина Владимиру Ульянову не понадобился. 5 мая 1900 года с разрешения псковского губернатора он получил заграничный паспорт для выезда за рубеж на срок не более 6 месяцев. Украденный паспорт Владимир Ильич оставил себе и использовал его за границей для конспиративных целей. С 29 января по 16 июля 1900 года Владимир Ульянов проделал большую подготовительную работу по организации сбыта новой социал-демократической газеты и журнала. Он посетил практически все города, в которых работали марксистские кружки, заинтересованные в получении нелегальной периодической печати. Встречи с марксистами дали ему возможность составить предварительный план объемов выпуска как газеты, так и журнала, а также определиться с ценой продажи и комиссией за распространение этих изданий. 16 июля 1900 года Владимир Ильич Ульянов выезжает за границу. 19 июля в Швейцарии, в Цюрихе, Владимир Ильич встречается с членом группы освобождения труда Павлом Аксельродом. Они обсуждают проект заявления от редакции об издании газеты «Искра» и журнала «Заря», а также вопросы, связанные с производством этих изданий. Из Цюриха Ульянов переезжает в деревню Везена, вблизи Женевы, где проживает до 24 августа 6 сентября 1900 года, до своего отъезда в Германию. Проживание Ульянова в деревушке Везена было обусловлено выбором этого места Александром Потресовым, покинувшим Россию в конце апреля 1900 года для организации деятельности «Искры и Зари». В свою очередь Потресов выбрал Везену, так как она находилась рядом с дачным местом Корсье, где снимал на летний период дом Георгий Валентинович Плеханов. 20 августа 1900 года Владимир Ильич напишет эмоциональный рассказ, как чуть не потухла «Искра» о своих встречах с Плехановым и членами его группы. Жестокие уроки политической жизни, преподнесенные ему Плехановым, Ульянов запомнит навсегда. Владимир Ильич Ульянов писал. Плеханов проявлял абсолютную нетерпимость, неспособность и нежелание вникать в чужие аргументы и при том неискренность, именно неискренность. К союзникам он проявлял ненависть, доходившую до неприличия. Заподозривание в шпионстве, обвинение в гешефтмахерстве, в прохвостничестве, заявление, что он бы расстрелял, не колеблясь, подобных изменников и тому подобное. По вопросу об отношении нашим к еврейскому союзу, бунту, Плеханов проявляет феноменальную нетерпимость, объявляя его эксплуататорской, эксплуатирующей русских, говоря, что наша цель – вышибить этот бунт из партии, что евреи – сплошь шовинисты и националисты, что русская партия должна быть русской, а не давать себя в пленение колену гадову и прочее. Никакие наши возражения против этих неприличных речей ни к чему не привели. И Плеханов остался всецело при своем, говоря, что у нас просто недостает знаний еврейства, жизненного опыта в ведении дел с евреями. Антисемитизм Плеханова не имел ничего общего с идеологией мировой социал-демократии, исповедующий интернационализм, международную солидарность, равенство наций и братство народов всех стран. Истоки ненависти Плеханова к евреям имели вполне понятные материальные корни. Члены Еврейского союза, бунда, не считались с исключительными законными правами Плеханова на тиражировании и распространении произведений Маркса. Они не желали признавать Плеханова безусловным авторитетом русского социал-демократического движения, подвергали критики его труды и занимались ревизией марксизма. Личная выгода, диктаторские амбиции Плеханова превратили совещание съезда Ульянова с группой освобождения труда в затяжные торги о роли и соответствующих в каждой из сторон переговорах доходах в издании газеты «Искра» и журнала «Заря». Владимир Ульянов сокрушался. И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление. Надо ко всем людям относиться без сентиментальности, надо держать камень за пазухой. Ослепленные своей влюбленностью, мы держали себя в сущности как рабы. А быть рабом – недостойная вещь. И обида этого сознания во сто крат увеличилась еще тем, что нам открыл глаза он самолично на нашей шкуре. До такой степени тяжело было, что, ей-богу, временами мне казалось, что я расплачусь. Стремление Плеханова к единоредакторству, как написал Ульянов, проявление им своего индивидуализма в нежелании демократическим путем через голосование редакторов и с редакторов «Искры» и «Зари» вырабатывать редакционную политику в главных вопросах отразилось в горьких строках записки Владимира Ильича. Он не мог отказаться от своего индивидуализма и от своих ультиматумов, ибо он по подобным вопросам не стал бы голосовать, а стал бы именно ставить ультиматумы. Ближайшего соратника Плеханова Веру Ивановну Засулич Ульянов и Потресов охарактеризовали как человека с героизмом раба, несущего ярмо Плехановщины. Владимир Ульянов пошел на уступки Плеханову. О своих переживаниях он написал. «Вся машина должна продолжать идти, как и шла, только внутри порвалась какая-то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле «севиспасем парабеллум». Если хочешь мира, готовься к войне». 25 августа 1900 года Владимир Ульянов приезжает в Мюнхен. Этот город рекомендовал ему немецкий социал-демократ Август Бебель. Мюнхен прекрасно подходил для издания русских нелегальных газет и соответствовал плану Ульянова поставить наш литературный аппарат и самим остаться законспирированными. Владимир Ильич поселился в Мюнхенском районе Швабинг, который можно сравнить с Монпарнасом в Париже. Наш соотечественник, художник Василий Кандинский, писал, что Швабинг был духовным островом в огромном мире. В 1900 году в Мюнхене насчитывалось 3500 кружков и союзов, занимавшихся художественной и общественной деятельностью. В такой обстановке Владимир Ильич и его товарищи по нелегальной деятельности могли совершенно спокойно заниматься литературным творчеством, не вызывая к себе интереса со стороны мюнхенской полиции. Владимир Ульянов остановился у социал-демократа Георга Ритмейра, владельца кафе Цумгольдененонкль, в его доме на Кайзерштрассе 53, где часто проходили заседания социал-демократа в секции Швабинг. Через Потресово Ульянов лично знакомиться с Израилем Лазаревичем Гельфандом, проживавшим в Мюнхене на Унгер-Эрш-трассе 80, известным в социал-демократических кругах по прозвищу Парвус или по псевдониму Александр Львович Гельфанд. Израиль Лазаревич Гельфанд родился 27 августа 1867 года в местечке Березино Минской губернии и в семье ремесленника. Детство и юность Израиль провел в Одессе, куда переехал с родными после сильного пожара, уничтожившего их дом. Одесская жизнь тех лет была насыщена страстями, деньгами, авантюрами и революционными идеями. В 1886 году 19-летний Александр Львович Гельфанд – так он представился в анкете при въезде в Швейцарию – в Цюрихе знакомится с Плехановым и членами группы освобождения труда. Обладая незаурядными способностями к изучению наук и энергичным авантюристским характером, в 1888 году Гельфанд поступает в Базельский университет, который успешно оканчивает, получив степень доктора философии, 8 июля 1891 года. Во второй половине 1891 года Гельфанд переезжает в Мюнхен, где быстро устанавливает связи с видными немецкими социал-демократами и становится членом социал-демократической партии Германии. К моменту знакомства с Ульяновым Александр Гельфанд был уже широко известен в среде мировой социал-демократии, являлся автором нескольких книг, сотрудничал с рядом социал-демократических газет и имел свою оригинальную точку зрения на развитие революции в России. В отличие от Энгельса и Плеханова, Гельфанд считал, что Россия в ближайшие 10-15 лет превратится в развитое капиталистическое государство, способное лишить Европу экономического превосходства, и займет достойное место на мировом рынке. Взгляды Гельфанда на развитие капитализма в России, на народничество, полностью совпадали с мировоззрением Владимира Ульянова, предсказывающего в своих трудах быстрый рост пролетариата в России и боровшегося с идеологией народничества. В мае 1899 года Александр Гельфанд с паспортом чеха Августа Пена и немецкий социал-демократ Карл Лемон совершили четырехмесячную поездку по России. Свои впечатления от этой поездки они изложили в книге «Голодающая Россия». Книга Лемона и Гельфанда была высоко оценена германскими социал-демократами. Впоследствии главы из этой книги вошли в книгу Гельфанда «Россия и революция», переизданную в конце XX века под псевдонимом Александр Парвус. В политике Гельфанд предстает как радикальный марксист, утверждающий, только власть и возможность воспользоваться ею имеет значение. Владимир Ульянов становится частым гостем в квартире Парвуса. Между молодыми революционерами устанавливаются дружеские отношения. Парвус знакомит Ульянова с Розой Люксембург и другими немецкими марксистами. По его просьбе доктор Карл Лемон предоставит Владимиру Ильичу свой адрес для переписки с российскими товарищами. Позже Парвус станет писать статьи для «Искры» под псевдонимом «Молотов». В лучших традициях капитализма Владимир Ульянов проводит рекламную кампанию газеты «Искра». Он издает и распространяет в России листок-прокламацию под названием «Искра» со статьей от редакции. Содержание этого листка большей частью было направлено на создание материальной заинтересованности у потенциальных и уже успешно работающих распространителей социал-демократической литературы. Кружки рабочих и социал-демократов-интеллигентов появляются повсюду. Распространяются местные агитационные листки. Растет спрос на социал-демократическую литературу, далеко обгоняя предложения. А усиленные правительственные преследования не в силах удержать этого движения, сообщалось в листке. Следуя стратегии политиков всех стран и народов, Ульянов изобличает своих соперников, других толкователей марксизма, в кустарничестве, раздробленности, путанице и отсутствии связи с тем, что уже создано русской социал-демократией, имея в виду прежде всего группу Плеханова и своих сверстников-марксистов. О своем понимании русской социал-демократии он говорил «Мы понимаем ее как направленную против абсолютизма революционную партию, неразрывно связанную с рабочим движением». Можно с уверенностью сказать, что газета «Искра» вышла в свет благодаря исключительно усилиям Владимира Ильича. Печатали листок прокламацию и первый номер «Искры» в типографии Германа Рау в небольшой деревушке Пропстхайде, расположенной близ Лейпцига. Герман Рау не знал русского языка, и поэтому в качестве наборщика из Женевы был приглашен российский мигрант, выходец из Одессы Иосиф Соломонович Блюменфельд. По конспиративной кличке «Блюм» или «Цветов». 11 декабря 1900 года в свет вышел первый номер газеты «Искра». Тираж в 4000 экземпляров был отпечатан на тонкой папиросной бумаге для уменьшения веса, что было немаловажно для его контрабанды нелегальной доставки в Россию. Передовая статья «Искры» была написана Владимиром Ульяновым. В ней он убедительно доказывал, что самой главной задачей российской социал-демократии является внедрение марксистских идей в пролетарские массы и создание революционной партии. Второй номер «Искры» печатается в Мюнхене в небольшой типографии Максимуса Эрнста на «Зененфельдштрассе-4». Он поступил в набор 24 января 1901 года. Траты на выпуск «Искры» Владимир Ульянов делал из денег Александры Калмыковой. Она дала на газету две тысячи рублей. И тысячи рублей, внесенных на возвратной основе Александром Потресовым. Деньги издательницы Калмыковой, называвшей себя матерью Петра Струве, накладывали определенные обязательства на Владимира Ильича. Он должен был всячески содействовать Струве в публикации его статей в «Искре», что создавало на страницах одной газеты явно противоречивые трактовки марксизма и не могло способствовать целостности пропаганды печатного органа будущей партии. Кроме того, против Струве выступал Плеханов, которому не нужен был сильный конкурент-публицист, во многих вопросах имеющий собственную позицию. Недовольство Георгия Валентиновича Плеханова прекрасно понимало его окружение. Плеханов создал успешное предприятие под названием «Группа освобождения труда», завоевал авторитет у самих Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Он считал себя отцом русской социал-демократии, имеющим законное право решать, кто из российских марксистов настоящий социал-демократ, а кто нет. Владимир Ульянов никогда не надеялся на финансовую помощь со стороны Плеханова. Ему было достаточно самого факта участия в издательстве Плеханова и членов его группы. В силу этих обстоятельств Владимиру Ильичу пришлось терпеть нападки как со стороны своих единомышленников в лице Потресова и Гельфанда, так и со стороны Плеханова. В конце марта 1901 года в Мюнхен приезжает Юлий Иосифович Цедербаум Мартов, товарищ Ульянова по подпольной деятельности из ссылки. 1 апреля 1901 года к Владимиру Ильичу из Уфы приезжает жена, Надежда Константиновна Ульянова. Супруги переселяются на другую квартиру, где Владимир Ильич регистрируется по чужому паспорту на имя Болгарина, доктора юриспруденции и ордена К. Иорданова. Появление Мартовой и Крупской в Мюнхене завершило создание редакции «Искры» по плану Ульянова Плеханова. В своих воспоминаниях Крупская даст описание всех своих коллег-редакторов. Павел Борисович Аксельрот на три четверти потерял работоспособность. Он не спал ночей напролёт, писал с чрезвычайным напряжением, месяцами будучи не в состоянии окончить начатой статьи, так нервно он писал. О Потресове, страдающем туберкулёзом кости. Чрезвычайно образованный Потресов, по сути дела, был избалованным барином. Он не может писать иначе, как в Италии, на берегу моря, сидя под пальмами, любила цитировать Калмыкову Крупская. Вера Засулич страдала от бессонницы и хронических головных болей. Если писала какую-нибудь статью, непрерывно курила и питалась только чёрным кофе в своей никогда не прибиравшейся комнате. Мартов, его настоящая фамилия Цидербаум. Человек он был впечатлительной до крайности. Он в те времена умел чутко подхватывать мысли Ильича и талантливо развивать их. В отношении Плеханова трудно было с ним работать. К началу девятисотых годов Плеханов потерял уже непосредственное ощущение России. Все коллеги были снисходительны к раздражительности Георгия Валентиновича из-за его скрытого лёгочного процесса. Но это, однако, не могло быть оправданием его страшной избалованности. Сама Крупская страдала базедовой болезнью, гинекологическими заболеваниями и целым рядом сопутствующих болезней. Она прекрасно понимала, что её супруг постоянно находится на грани нервного срыва в силу своей наследственности. Владимир Ульянов в 1900 году писал «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящих лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмём её, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию». Нетрудно представить себе лучших бойцов на основании их описания Крупской, взявшие на себя всю переписку с российскими революционерами. Её качество, умение кропотливо, долго и аккуратно работать с письмами, давали Владимиру Ильичу возможность заняться организацией доставки «Искры», «Зари» и других нелегальных изданий в Россию. Весной 1901 года российские жандармы арестовали три тысячи экземпляров первого номера «Искры». Для Ульянова это была большая потеря. 24 мая 1901 года он написал Николаю Бауману «Перевозка по-прежнему совершенно не налажена и случайна. Наш насущный хлеб, с которого мы только едва и живы, по-прежнему одни чемоданы. Мы платим за пару около 100 рублей. По нашему мнению, следовало бы вам поселиться в непосредственной близости от границы ради перевозки хоть двух-четырёх чемоданов и десяти-двадцати фунтов, примерно пяти-десяти килограммов, на себе в месяц». Иосиф Аронович Таршес, псевдоним Осип Пятницкий вспоминал, как для мужчин шили специальные жилеты, куда вкладывали 200-300 экземпляров искры. Для женщин шили специальные лифы, кроме того зашивали литературу в юбки. Женщины могли взять с собой 300-400 газет. На жаргоне революционеров такая доставка называлась «Транспорт-экспресс». За срочную доставку искры Ульянов платил курьером до 10 копеек за экземпляр, или от 20 до 40 рублей за партию газет. Со временем из товарищей, задействованных в распространении нелегальной литературы, у Владимира Ильича образовался новый круг знакомых, готовый за вознаграждение рисковать собственной свободой и жизнью. Именно эти люди станут его опорой, а впоследствии – боевым ядром большевистской фракции РСДРПБ. В марте 1901 года выходит первый номер «Зари». По решению Плеханова и Ульянова, журнал должен был выпускаться легально, поэтому они вели подготовку к его изданию совершенно открыто. 10 октября 1900 года Ульянов сообщил Павлу Аксельроду, что Иоганн Генрих Вильгельм Дитц, известный авторитетный издатель социал-демократической литературы, выразил готовность выпускать журнал. Это создавало «Заре» хорошую репутацию. Однако возникли трудности с поиском ответственного редактора, который, согласно германским законам, должен был представлять журнал юридически и нести ответственность за его содержание. Наконец Владимир Ильич нашел некого господина Фенца из Штутгарта, который согласился за умеренную плату взять на себя ответственность за содержание первого номера «Зари». Тем не менее, изданный легально в Германии журнал не становился легальным в России. Вопрос транспортировки в Россию запрещенной литературы всегда был одним из главных дел для Владимира Ильича. 13-15, 26-28 мая 1901 года Ульянов пишет и издает в «Искре» статью «С чего начать». Эту статью можно считать кратким изложением его книги «Что делать», ставшей на долгие годы программным источником для его единомышленников. Опираясь на опыт европейских революций XIX века и выводы Карла Маркса о причинах их поражения, Владимир Ильич писал. В моменты взрывов и вспышек поздно уже создавать организацию. Она должна быть на готове, чтобы сразу развернуть свою деятельность. Принципиально мы никогда не отказывались от террора. Это одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения. Пропаганда и агитация должны составлять главную задачу социал-демократии. «А степень чистоты и регулярности выхода и распространения газеты может служить наиболее точным мерилом того, насколько солидно поставлена у нас эта самая первоначальная и самая насущная отрасль нашей военной деятельности», – писал он. Иными словами, периодическую печать Владимир Ильич относил к военной деятельности, более важной, чем террор. При такой постановке вопроса возникает необходимость в соответствующей военной дисциплине и субординации на базе Устава Организации социал-демократов, представляющую сеть агентов, достаточно крупную, чтобы охватить всю страну, чтобы провести строгое и детальное разделение труда. По Ульянову, развитие революционной деятельности социал-демократов в России – это непрерывный процесс разоблачения действующей власти, организация и участие в демонстрациях, поддержка движения рабочих и безработных, участие в крестьянских бунтах и иных проявлениях протестных настроений в обществе. Такую степень боевой готовности можно выработать только на постоянной деятельности, занимающей регулярное войско. Справедливо отмечал Владимир Ильич, в представлении Ульянова сбытовая сеть «Искры» и «Зари» должна была нести в себе потенциал тайной военной организации, способной мгновенно стать террористической организацией и эффективно выступить против власти. Идеальный агент-распространитель «Искры» по Ульянову – это человек, владеющий навыками конспиративной работы, имеющий специальную подготовку для террористической и диверсионной работы в тылу потенциального противника – российского самодержавия. В период 1900-1901 годов людей с такими качествами в окружении Владимира Ильича практически не было. Воспитать из обычных интеллигентов боевиков, способных организованно выступить против власти и возглавить протестующие массы – стало главной задачей Ульянова в эти и последующие годы. К середине 1901 года к Ульянову приходит понимание, что расчет на высокие доходы от издания периодической литературы не оправдался. Конфискация нелегальной литературы со стороны властей, недобросовестное ведение дел распространителями газет и журналов приводит редакцию «Искры» и «Зари» к плохим финансовым результатам. В конце мая 1901 года в типографию Максимуса Эрнста поступает записка от Владимира Ильича Ульянова за подписью «Ленин». Этим же псевдонимом он подписывает несколько писем Плеханову и немецким социал-демократам. Вероятнее всего, появление нового псевдонима Ульянова было связано с наличием официальных договоров между штутгардцем Фенцем, формальным ответственным перед германскими властями за содержание журнала «Заря» и русским редактором журнала Николаем Егоровичем Лениным, за паспортом которого скрывался Владимир Ильич. С этого времени практически все печатные работы Владимира Ильича Ульянова выходили за подписью «Н.Ленин» или в виде криптонимов. При жизни Ленин не объяснил, почему он выбрал именно этот псевдоним, что впоследствии вызвало появление большого числа версий о его происхождении. Надежда Ульянова, для которой ее девичья фамилия Кругская после замужества стала псевдонимом, на вопрос о псевдониме мужа отвечала. «Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним «Ленин». Никогда его об этом не спрашивало». Соратники Ленина выдвигали различные версии появления его основного псевдонима, но ни одна из них не выдерживает критики. Нежелание Ульянова рассказать, почему он отказывается объяснять происхождение своего псевдонима, понятно. Он должен был признать, что использовал паспорт отставного царского чиновника Николая Егоровича Ленина для обмана издателя Иоганна Дитца, владельца типографии Максимуса Эрнста, ответственного редактора Фенца и многих других немцев, оказавших Ленину помощь в издании «Зари и Искры». Обложки журнала «Заря» имели надпись социал-демократический научно-политический журнал издается при ближайшем участии Плеханова, Засулич, Аксельрода. Владимир Ильич предпочел не сообщать на страницах журнала о своей должности редактора в его издании даже под псевдонимом «Энн Ленин». Этому факту есть только одно объяснение. Наличие официальных документов, в которых Ульянов использовал паспорт Николая Егоровича Ленина и лиц, способных засвидетельствовать, что он представлялся своим германским партнёром этим именем. Российские жандармы могли установить кражу паспорта и согласно договору между Россией и Германией потребовать ареста Владимира Ульянова как преступника, совершившего кражу в России. Тем не менее, в 1902 году жандармы посетили тяжелобольного Николая Егоровича Ленина. Они убедились в его непричастности к искре и заре, но не смогли установить факт кражи паспорта, отнеся отсутствие паспорта у Николая Ленина к забывчивости тяжелобольного человека. Обстоятельства появлению Владимира Ильича Ульянова псевдонима «Ленин» лишали его революционного романтизма в целом и вскрывали поступки, недостойные борца за народное благо. Именно этим и объясняется нежелание Владимира Ильича рассказать о происхождении псевдонима «Ленин». В начале октября 1901 года в Мюнхен к Ленину приезжают супруги Кржижановские, товарищи по распространению запрещенной литературы в Петербурге и пребыванию в ссылке. По предложению Ленина Глеб Максимилианович Кржижановский соглашается возглавить агентскую сеть по продаже «Искры». Контрабанда газеты в Россию постепенно налаживается. В Петербурге приемом литературы занималась Елена Дмитриевна Стасова, хорошо знакомая с Труве, Крупской, Кржижановских. Благодаря ранним воспоминаниям Стасовой стало известно о еще одном пути контрабанды литературы из Стокгольма, Гельсингфорса и Выборга в Петербург. Стасова написала о Финне, Конраде или Конне Цилиакусе, перевозившем в Петербург на яхте багажи с контрабандной литературой. Впоследствии связь Ленина и Цилиакуса получит новое направление – нелегальной поставки в Россию оружия и боеприпасов, о котором большевики и советские коммунисты предпочтут не говорить. 1901 год в истории революционного движения России был отмечен не менее важным событием, чем выход в свет искры и зари – созданием единой партии социалистов-революционеров. В декабре 1901 года в Берлине тайный агент российской полиции Евна Фишелевич Азеф, он же Евгений Филиппович Азеф, домашняя учительница Мария Фроловна Селюк и аптекарь Исаак Ицкович Герш, более известный как Григорий Андреевич Гершуни, обладая всеми необходимыми полномочиями, завершили формальное объединение северных и южных групп социалистов-революционеров в единую партию. В редакцию периодического органа ПСР, газету «Революционная Россия» вошли Азеф, Гершуни, ГОЦ и Чернов. В эти же дни начала свою деятельность БО – боевая организация эсеров под руководством Гершуни и Азефа. В третьем номере газеты «Революционная Россия» было объявлено о слиянии эсеровских групп в партию и определено отношение к террористической деятельности. Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она признает это возможным. Наличность окружающих условий благодаря усилиям Гершуни возникла 2 апреля 1902 года в Петрограде, в помещении комитета министров. 20-летний Степан Валерьянович Балмашов, потомственный дворянин из Архангельской губернии, крайне неуравновешенный молодой человек, переодетый в адъютантскую форму, вооруженный револьвером с отравленными пулями, произвел два выстрела в министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. От полученных ран Сипягин скончался через полтора часа. Партия эсеров использовала этот террористический акт в широких агитационных целях. Был выпущен «Летучий листок» революционной России, в котором Балмашов объявлялся народным героем, а об императоре Николае II говорилось как о ничтожной и несамостоятельной фигуре. Мировая общественность была потрясена убийством министра внутренних дел России Сипягина. Пресса социалистических партий всех толков наперебой комментировала это чудовищное преступление как неизбежный ход событий в российской жизни, и пророчила новые убийства царских чиновников. Боевая организация партии социалистов-революционеров в статье «Вынужденное объяснение» указывала, что Балмашов являлся исполнителем решений боевой организации, и мотивы его действий нужно искать в официальных заявлениях партии. Эта статья преследовала своей целью дать отпор версии Плеханова, появившейся в номере 20-м «Искры», согласно которой Балмашов не был по своим убеждениям законченным эсером и являлся мстителем за поруганные права студенчества. Плеханов признавал, что террор воспитывает рабочую массу, возбуждая ее. Тем не менее он заявлял, карая отдельных слуг царя, оно – убийство, не разрушает царизма. Только на фундаменте политического самосознания русского пролетариата может быть воздвигнуто здание русской политической свободы. «Русское революционное движение восторжествует, как движение рабочей массы. Или совсем не восторжествует». О каком политическом сознании русского пролетариата говорили Плеханов, Ленин и их единомышленники? Они говорили прежде всего о внесенном в сознание масс знании их человеконенавистнической теории диктатуры пролетариата, которое должно было стать ядром сознания каждого россиянина и российского общества в целом. Пытаясь управлять сознанием беднейшей части российского общества, русские марксисты в те годы начали притворять в жизнь древнюю формулу власти – управляешь – значит владеешь. ПЕРАНИЕ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok